Итак, еще раз. У нас две фигуры – Валентин Томберг и Ханс Урсфон Бальтазар. Текст, известный, наверное, публике, который нас сегодня слушает, это «Медитация на второе путешествие к исторам христианства и герметицизма» Валентина Томберга. Итак, я представлю вторую фигуру Томберга, представлять не буду, я думаю, что он в целом известен, ну и проясню, что я имел в виду в таком длинном названии. Итак, я напомню, что Томберг умирает в 1973 году, его текст под названием «Анонимный» выходит уже после его смерти, сколько я помню, написанный изначально на французском, но, по-моему, быстро переводится на немецкий, а потом на английский, потом на русский языки. Я не знаю, сколько у нас изданий и переводов русского, но у меня только вот один был текст, который переиздавался несколько раз. Значит, Хармса Урсфон Бальтазара я тоже представлю сейчас. Значит, немножко про методологию. Это чистый воды case studies, то есть вот один маленький экземплярный пример из истории европейской религиозной жизни, да, в третьей четверти XX века. Поэтому это кейсовое исследование. Я не буду показывать и не буду анализировать образы Торо. Томберг использует в издании своей книги «Марсельская Торо» и почти во всех изданиях, да, сколько я знаю, это «Карта Марсельского Торо». И вторая моя методологическая подход, помимо case studies, это герменевтика. Мы говорили об этом и не вспоминаем, что это такое. То есть мне интересно, как мы можем прочитать Томберга заново через комментарии Ганса Урсфон Бальтазара. То есть это совершенно иная стратегия чтения. И небольшое на 7 или в некоторых изданиях 11 страниц предисловие Бальтазара, в общем-то, является таким герменевтическим ключом, который позволяет вдруг Томберга прочитать иначе, возможно. Значит, и меня в этой истории интересует, честно говоря, больше Бальтазар, чем Томберг, вот, потому что мне очень было интересно, зачем он ввязался во всю эту историю. При этом Валентин Арнольдович Томберг при всей трагичности, есть монография о нем, книга Прокофьева, его судьбы, его духовных исканий от теософии к антропософии, потом к православии, потом, в конце концов, к католицизму, который вот оказался таким достаточно специфическим. Вот, в общем-то, описанной, найти ее можно, и я не буду ее повторять, но я, наверное, исхожу из того, конечно, что Томберг хотел видеть себя настоящим католиком. Вот, его приход в католицизм, да, это где-то с 1942 года, да, это его сознательный духовный поиск, да, в восполнении того, что он не нашел в антропософском обществе, у Штайнера, ну, по некоторым его письмам, да, речь идет о том, что его, скорее всего, конечно, разочаровывает, во-первых, ну, не во-первых, а прежде всего, да, наверное, слишком абстрактная такая мысль, что я его ношу в название, да, то есть Томберг ищет новых форм литургической духовности, да, не абстрактных, то есть которые как раз и представляются ему, или то, что я выразил в названии, да, как иконическая спиритуальность, я еще потом проясню, как к этому можно подойти с другой стороны, хотя сконцентрироваться буду не на этом. Вот, значит, что касается канцелса фон Бальтазара, Бальтазар, в общем-то, явно входит в число, ну, если не в десятку, то в двадцатку точно ведущих католических теологов XX века, я уверен, что в десятку. Вот справа, там, где под надписью «Комунио», да, это вот часть работ Бальтазара, а справа я сейчас объясню, что там, ну, с другой стороны, там, где написано «Конциллиум», тоже объясню. Значит, Бальтазар родился в 1905 году, он швейцарец, получил образование иезуитское, у многих сейчас, наверное, внутренне что-то сжалось, да, вот слово «езуит» мы уже использовали у нас в конференции. Он вполне респектабельный, более того, очень, ну, вполне ортодоксальный, наверное, хотя многими критикуемый католический богослов. Еще раз скажу, очень уважаемый Оксфорд, своего родоводства, вот там, из шести теологов, которых экземплярно рассматривает, например, ну, какие-то, да, рассматривает в том числе Бальтазару наряду с Ранером, с Гансом Хюнгом или Андридой Любаком, с которыми он, с Любаком он очень дружил, а с Ранером были знакомы, но так, наверное, до конца жизни друг друга не поняли. Как раз-таки вот с другой стороны, слева, над надписью «Консилиум» — это работы Карла Ранера. Почему я их так вот разделил? Потому что как раз-таки после Второго Ватиканского собора, ну, католическое богословие пошло под двум таким магистральным линиям. Это вот такое неосхоластическое, трансценденталистское, очень сложное, логоцентрическое богословие Ранера. И журнал «Консилиум» — это был вот это, в общем-то, под его эгидой. И в Тихо ему созданы потом журнал «Каммуня», который в основном редактировался Бальтазаром, ну, или, скажем, его школой. Ну, есть такие богословские байки о том, что во многих фокалических семинариях, в принципе, подписки этих журналов стоят специально вот в разных, ну, друг напротив друга, да, то есть потому что у них очень разный подход, то есть такой логицистский, да, исходящий, скорее, от Канта и от схоластики Ранеровский, и исходящий от Гёта, Моцарта и патристической теологии до схоластической Бальтазары, поэтому название, в общем-то, как «Консилиум» больше к собору, а «Мунио» больше, да, то есть такая фигура об объединении. Значит, Бальтазар – иезуит, но он выходит из Ордена в свое время, в 60-е годы, потому что это была сложная история с Адриен Фонштайр, швейцарской врачи, мистик, с которой он дружил очень, которой они вместе создали общину и которая не понравилась, в общем-то, самому Ордену, и ему пришлось уйти, именно поэтому он не участвовал только как наблюдатель во Втором Ватиканском соборе, но это, тем не менее, не мешает ему быть действительно принимаемым и ортодоксальным католическим теологом. Умер он за два дня до своей консистории, папа Иоанн Павел II подписал и уже после второго предложения предложил войти в ранг кардинала Дьякона. Бальтазар соглашается, но умирает за два дня до консистории торжественной, то есть де-юра, он кардинал де-факто, ну вот не срошлось. Бальтазар активно переведен сейчас на русский язык, и, да, работ очень-очень много на русском, я уже не буду называть, но его интересовали в том числе и восточные христиане, и он получал награды не только от Ватикана, но и от православной церкви, ну и замечательная работа космической литургии Максима Исповедника. Это, в принципе, уже о том, почему Бальтазару интересно и что с Хомбергом его роднит. То есть подход не схоластический, логоцентрический, а вот подход, завязанный на духовности, на единении, на молитве, на вот такой до-схоластической спиритуальности как таковой. Да, ну то есть сам Бальтазар, это бы, да, определил, наверное, как богословие за столом, это то, что мы видим, да, там, где написано «Консилиум против», богословие на коленях, да, вот то, что он предлагал. И последнее о богословии Бальтазара, чтобы понимать, к чему все ведется и почему он, в общем-то, ввязался во всю эту историю с предисловием. К книге Томберга, это вот, если вы видите у вас на экранах, да, название книг, это «Пятнадцатитомник», не все, что он написал, но это его огромная, да, богословская трилогия, написана на безумно сложном языке, вот, даже в переводе, это надо продираться, принципиально не систематизировано. Значит, состоит трилогия из трех частей, это первая богословская эстетика, где речь идет о, вот, Боге, о бытии и творении, вторая – это теодраматика, первые тома из богословской эстетики на русском уже есть, их пять, теодраматика, тоже пятитонник на русском, его нету, но он нам как раз-таки и нужен, и третья часть – это теологика. Итак, в богословской эстетике говорится о том, как Бог творит мир, вполне с католической точки зрения, в теодраме речь идет о самоотдаче Бога во Христе, и, соответственно, проблеме добра, этики и блага, ну и в теологике о том, как Бог раскрывает себя в истине этого мира, то есть логика идет уже третьим, да, то есть таким путем. Значит, Бальтазар не только пишет предисловие к немецкому изданию книги Валентина Томберга, но и цитирует Томберга, и даже начинает свой третий том теодраматики, ну, у меня только английская версия есть в PDF, оригинал немецкий, цитаты Томберга, это цитаты из «Медитации на Таро», еще раз говорю, книга, которая, в общем-то, во многом поменяла судьбу католического богословия, да, начинается с цитаты Валентина Томберга, и она, в общем-то, находится очень легко, да, в русском тексте, ну, вот эта цитата как раз-таки о том, что христианство добавляет, да, в греков и в иудеев. При этом без ссылки, книги просто подписаны Валентин Томберга. По ходу книги в третьем и в четвертом томе, особенно в четвертом, Бальтазар цитирует такое, где ссылки Томберга очень аккуратные делает на него. То есть он писал это предисловие в 80-е годы к изданию немецкому, как раз когда работал над теодраматикой, что интересно. То есть вот уже интересна, да, такой детективной истории, которая только начинается, да, как мы увидим, зачем католический респектабельный богослов, даже со склонностью к мистицизму, к мистикам и к нелогическому, нелогистической теологии, да, вот ввязывается в историю Валентин Томберга, с которым, как я знаю, он, ну, насколько мне известно, по-моему, он знаком не был, наверное, хотя я вот в этом точно не уверен. Значит, это знаменитая, наверное, картина, которая, картинка, которую многие из вас видели в интернете, вот, это Иоанн Павел II, у которого на столе лежат его книги, и вот увеличенные книги внизу, это, это 88-й год, это как раз-таки немецкое издание, второе немецкое издание книг Томберга в двух томах, если я не ошибаюсь, это вот это издание, вот, которое было в 1983, по-моему, году, вот, с предисловием Бальтазара. Ну, то есть, чтобы, ну, то есть, мы не видим надписи книги, да, вот, на книге, но, скорее всего, это зеркальное изображение, и если перевернуть фотографию, то, в общем-то, книги, наверное, идентифицируются, да, то есть, это такая, тоже давно проведенное, да, такое расследование, ну, и, соответственно, вопрос, Иоанн Павел II медитировал на Таро, зачитывался, настольная книга или как? Ну, очевидно, что книгу презентовал ему Бальтазар, с которым они были в хороших отношениях, со своим предисловием, собственно говоря, да, но книга, скорее всего, именно, именно вот эта. Значит, следующее, что хотелось бы сказать, значит, предисловие само небольшое. Да, в немецком, в немецком издании, я уже опускаю историю, так как слишком много стал говорить, в немецкой, в немецкой версии это амферинг, это введение, а в английском издании, которое сделано, как перевод немецкого, ну, а оригинал и предисловие, и книги был на французском, вот, в английском издании, в английском издании это стало автору, да, то есть это стало послесловием. Вот, при этом, опять-таки, новая история, что не во всех изданиях это предисловие, это послесловие есть, это раз. Во-вторых, во многих английских и немецких изданиях это послесловие не в полной мере переведено. Ну, вот это первая часть, где Бальтазар немножко дистанцируется в первом же абзаце, и он отсутствует в некоторых английских изданиях. Первый абзац английского соответствует второму абзацу немецкой книги, где немножко Бальтазар чуть-чуть дистанцируется от Томберга. Он говорит о том, что тут, конечно, очень сложная книга, вот, и несмотря на то, что нужно еще критическое исследование всех положений этой книги, да, то есть я ее не могу не порекомендовать читателям и так далее. Но, в общем-то, это не такой важный абзац, чтобы его убирать, но, тем не менее, вот тут небольшое критическое отстранение присутствовать. И гораздо больше, более важная, интересная критическая редакция переводчика в конце этого текста. Вот я обвел два абзаца, и мы видим, что абзац на немецком предпоследнем в два раза больше английской версии, потому что там отсутствует важное предложение. А именно, то есть, несмотря на то, что это предисловие или послесловие очень хвалебное в целом, да, но тут Бальтазар все-таки не может не написать о том, что иногда Томберга заносит то влево, то вправо, да, влево его заносит, когда он пишет о реинкарнации, вправо его заносит, где он уж слишком фундаменталистский, да, проводит быстро аналогии между католическими практиками и догматическим учением. И вот мистическими упражнениями как таковыми. Ну, то есть, возможно, это вот некая такая борьба за дискурс, да, то есть, чтобы читателей не отпугнуть все-таки критикой реинкарнации, что все-таки Томберг тут не прав, или, возможно, чтобы отбелить Бальтазара, во многих изданиях это отсутствует в принципе. В общем-то, я показал те картинки, которые хотел показать, и теперь, значит, два слова о содержании и структуре этого изведения и терминалистической интерпретации, если у меня еще есть на пять минут. В целом, начинает Бальтазар о том, что это нормальная попытка, уже давным-давно используемая, да, то есть, увидеть или как-то, предчувствовать логос в откровении нехристианском. Он начинает от Оригена, от Евсевия, он повторяет это, он, несмотря на то, что он пишет, что я не совсем специалист, он, в общем-то, четко повторяет всю историю, которую мы сейчас обычно вписываем в стандартную историю европейского эзотеризма. То есть, начиная с Оригена, да, он потом вспоминает эпоху Возрождения, конечно, изображение гермесов в Сиенском соборе, он вспоминает Пико де Мирандуло, он, конечно, вспоминает Фичина Рейхлина, о том, как они пытаются, да, нехристианскую мудрость связать с христианской, но при этом центр всех их жизни – это все равно христианство, и Бальтазар в этом уверен. Да, то есть, это вот надежда вдохнуть новую в жизнь застывшее христианское богословие, так, такая у него есть фраза в этом предисловии, и это уже понятно из моего исследования, как это укладывается в богословскую программу Бальтазара, да, вот 20-го века. Потом он вспоминает Мартина Булбера, да, и Кабалу, и хатидизм, о том, что это тоже, в общем-то, попытка говорить, да, на вот языке эзотерики, условно говоря, да, с библейским кексом, или с библейским богословием. Юнг, он касается отчасти, потому что это очень скользкая тема, конечно, и Бальтазар это прекрасно понимает, и в какой-то степени у Бальтазара видно, что юнгианская духовность, юнгианский подход к религии, вот если смотреть, с чем это закончилось в популярной культуре, это, конечно, то, против чего Бальтазар и хочет, в общем-то, направить острие своей богословской мысли, он это называет, в общем-то, гностицизмом, или как религиозным типом. То есть он рассуждает как философ, а не как религиовед, поэтому, ну, то есть вопрос о том, это античный герметизм или герметицизм, или еще что-то мы оставляем в стороне, он как философ, его интересует, гностицизм как религиозный тип, который противоположен христианскому типу, и вот об этом я еще расскажу. После этого, после того, как он вспоминает, как я уже сказал, кабалу, хасидизм, герметизм, немножко юнга, он вспоминает, конечно, историю карт Таро, он говорит о том, что Томбергу совершенно неинтересна, конечно, мантическая их особенность, он вспоминает золотую зарю, но при этом, ну, он просто пересказывает известную историю. В конечном итоге, еще расскажу, дальше он переходит к своей богословской программе, да, где-то на третьей-четвертой странице, где он говорит о том, что, в общем-то, проблема не в том, что мы используем язык образов и символов эзотеризма, скорее в том, как мы его понимаем. Поэтому Бальтазар говорит о том, что мы должны понимать это через божественную любовь и только так, иначе магия превращается в стремление к власти, волю к власти. Бальтазар пишет о том, что, в общем-то, ни апостол Павел, ни Фома Аквинский не отрицали того, что космические силы влияют на человека, ну, то есть то, что человек вписан, если говорить на языке христианской теологии, в творении, это на человека влияет. Но, в конечном итоге, речь идет о том, как мы эти силы используем, они есть ли они или нет у них, да, то есть он не отрицает, в общем, такую сторону. Поэтому его акцент, конечно, на божественной любви и на отсутствие власти в нашем использовании магии. Он вспоминает Чарльза Уильямса, и это вот, наверное, вот тот герметический ключ, да, вот все это вместе, к которому я предлагаю обратиться, чтобы, да, увидеть, как пытается Бальтазар работать с текстом Томберга, несмотря на там, да, и реинкарнацию, цинцум, на то, что он на самом деле цитирует сатыков и там герметистов, ну, простите за вольное употребление термина, термина больше, чем там Альберта Великого, Фомо Аквинского, Хуана де ля Круса или Хильдегард фон Бинген, то есть все эти имена Бальтазар в предисловии перечисляет, и даже больше, Лейбницкан, Юнг, Теяр де Шарден, но все равно, в общем-то, если посчитать, то, в общем-то, ссылок на католических теологов меньше, чем на некатолических, однако Бальтазар это так не, ну, делает вид, что этого нет на самом деле. И в конечном итоге он вспоминает Чарльза Уильямса, да, писателя, у которого есть замечательный, да, роман, там, да, «The Greatest Trumps», да, «The Greatest Trumps», то есть «Великие арканы», вот, где он как раз-таки и говорит, как нам читать Томберга, да, то, что прорвавшиеся великие арканы силы этого мира, будь то, понимаем ли мы их по-юнгиански, как прорвавшиеся бессознательные или что-то другое, сами по себе несут разрушительную силу, но с молитвой или с крестоцентризмом мы можем так или иначе с ними, с что-то, ну, каким-то образом себя вести, да, и в дальнейшем Бальтазар вспоминает Хильдегарду, Хильдегард фон Винген, да, и Бонавентуру, говоря о том, что вот как раз, таки, они примеры того, как мы можем эти прорвавшиеся силы, будь то они космические или бессознательные, центрировать и определить. Собственно говоря, вот так. Ну и чем заканчивается текст, я уже тоже сказал, в разных изданиях это по-разному, ну, а русскоязычные читатели, не знаю, может быть, Вы, Борис, или Руслан подскажут, было ли оно когда-нибудь переведено, сделано на русском, украинском или каким-то другом нам доступном языке. Ну и последнее, последнее, если можно, еще 4 минуты, какую стратегию чтения предлагает Карл Мондрейм, это католический теолог, вот анализируя этот кейс Бальтазар Томберг, он говорит о том, что мы, конечно, исходим того, что и тот, и другой нормальные католики, это не иезуиты, которые хотят эзотерировать Ватикан и не раскрыть эзотеризм в христианстве, это попытка диалога. И при этом, с точки зрения Мондрейма, Томберг выигрывает как ритор у Бальтазар, у которого более жесткая, ну, в других, не в этом предислое, в других работах, разграничения христианской и нехристианской духовности, то, что он называет подлинный логос за Иеринеем, да, и лживый, неправильный логос. То есть Томберг нигде не критикует активно, это такое мягкое, ну, если сейчас цитату найду быстренько, это такое мягкое, убеждающее антигностическое упражнение по описанию духовных патологий, так он называет текст Томберга, говоря о том, что, собственно говоря, вести надо линию, скорее, диалога с эзотеризмом. Вот, то есть гримметический подход к чтению Томберга с этой позиции, да, такой христианской, католической получается, что мы рассматриваем этот текст не с позиции эзотеризм или христианства, или свободная духовность, догматизированное христианство, не с позиции духовность-бездуховность, а с позиции, как это, самотождественность и нахвость. Скорее всего, я бы сказал, это так, то есть тут надо просто, последняя моя мысль, прояснить, что имеется в виду одним и другим. Вот самотождественностью понимается как раз-таки тот критикуемый имя тип духовности, который, как кажется обоим авторам, как раз-таки является проблемой для современного человека, то есть то, о чем вчера Павел Масачев немножко говорил на примерах массовой культуры. То есть к чертам вот этого гнозиса неправильного Бальтазар относит, это уже не из предисловия, а из других его работ в четвертом акте о драматике, это антимарианизм, ну то есть имеется в виду Мария, то есть это вот то, что Томберг в тексте называет духовное девство, да, целомудрие духовное, то есть это идея о восприимчивости, принятии, сотрудничестве, порождающей и порождающей силе, вот согласие, которое Мария демонстрирует в католической традиции, в то время как современная форма мистицизма этого не предполагает. Вот, то есть отсутствие молитвы на это оба автора указывают, да, приоритет медитативных форм духовности, который, как кажется, Бальтазару и Томбергу, почему он мягко все время говорит дорогому другу, да, то есть возвращаясь в институционизированную церковь, церковь без экзотеризма, экзотеризма не существует, это вот считается, что это все-таки такой зацикленность на некое свое пустое, выдуманное я, ну и Бальтазар это называет, конечно, уменьшением парадокса инаковости, то есть инаковости Бога и мира, и отсюда вся его вот эта теодраматика, которую он так пишет. Поэтому читать этот текст, если читать с точки зрения, вот, герменевтики противопоставления инаковости, самотождественности, да, то есть я уже, так как время свое выбрал, я уже заканчиваю и всех остальных черт по Томбергу не называю. Так вот, если читать этот текст именно с такой позиции, то это, в общем-то, текст получается тогда очень интересный, фактически антигностический в какой-то степени. Вот, поэтому, что имел в виду Бальтазар, почему он это сделал, и как читает это современный читатель, это, в общем-то, достаточно такой другой и сложный вопрос, но в целом я, наверное, закончу именно на этом, да, то есть двух авторов объединяет как раз и критика современной духовности, критика современного мира, но это речь не идет о том, что это духовность-бездуховность, а именно вот специфический подход, что ж тогда современный человек ищет в духовных формах. И Томберг, и Бальтазар считают, что ищут скорее себя, чем Бога, и вот это для них проблема. Поэтому у Томберга постоянно речь идет о молитве и о возвращении вот этих дорогих друзей в рамки институционализированной церкви, ну, как бы мы ее не понимали. Все, спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, Максим Алексеевич. Задам тогда вопрос, раз у нас совсем нету и пока никто руку не поднял, да, это самое, вот по поводу термина христианский герметицизм, да, который, ну, часто используется, ну, в общем-то, входит в название, да, вот как, по вашему мнению, он, ну, опишите его, можно сказать, да, вот в учении Томберга и, может быть, в представлении Бальтазара. Значит, это должно быть, это должно быть, а, богословие, которое использует не только слово, но и образ и символ. Второе, это богословие, которое исходит из понятия целостности, а не понятия части, да, то есть то, что предполагается. Третье, под герметицизмом, если что-то использовать, то это только раскрытие внутренних сил, которые есть у человека или которые есть, скажем так, в культуре постоянно, но как это можно только спасти от сползания по Бальтазару вот в эзотеричность, только через тринитарную теологию и христоцентричную теологию. Тринитарная теология дает нам коммуникативную парадигму, то есть которая вот нас защищает от этой самозамкнутости, как ему кажется, эзотеризма, то есть вот эта радикальная инаковость Бога, да, которая, тем не менее, является далекостью. Вот, а христоцентризм, на что постоянно, да, обращается в текст Томберг, это то, что дает нам не сползти нашу, вот то, что у меня в названии доклада вынесено, не сползти нашим штудиям или нашим путешествиям по бессознательному, если это послевингианская парадигма, да, не сползти вот в дурную бесконечность, то есть центрировать наш ход. Но если вспомнить через теодраматику, то, в общем-то, это тот самый Христос, Бог, который вот приходит, отдает себя и центрирует нашу герметичность или нас всех. Спасибо, да, это очень интересная тема, да, спасибо большое за доклад. Я уже в проповедь, да, всползаю. Да, 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 дальше можно будет ответить на вопросы, наверное, слушатели в чате. Спасибо, да. Спасибо, да.